Добрый день уважаемые трейдер инвесторы, меня зовут Андрей, сегодня 18 ноября пятница, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафоркс, логотип которой как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Так что любопытно, торговую идею я сегодня дал по доллар и иене, которую мы с вами обсудим на графике. Поехали друзья мои. Перед вами самый что ни на есть настоящий мета трейдер и котировки золота, которые снижаются друзья мои и у нас есть очень любопытный уровень 1752 доллара за тройскую непонятную унцию, который будет в ближайшее время я надеюсь пробит, потому что это классическая ловушка покупателей, которая будет стопиться за этот уровень с огоньком, потому что минимум вчерашнего дня и это минимум 14 ноября. Ну вот такой вот планчик у меня, я надеюсь, что это все разрулится таким образом. Для амбициозных трыдунишек напоминаю, что есть еще один недалекий уровень в районе 1614 долларов за тройскую непонятную унцию и сюда тоже золотишко может слегка прийти, ну не за один день, может быть за два. Так, пара евро-доллар друзья мои сегодня пытается снижаться, потому что сегодня выступает Кристин Лагард прямо сейчас и я надеюсь, что она все-таки нам поведает, что будет с евриком. А основывается Кристин Лагард конечно же на вчерашних данных по инфляции и если мне не изменяет мое уже не очень качественное зрение, то я вижу, что инфляция вышла меньше ожидаемая друзья мои. А это значит, что поднимать ставки в жестком режиме нет никакой необходимости и я надеюсь, что сегодня Кристин Лагард будет именно об этом говорить. Если ставки не будут поднимать, либо темпы, либо объемы поднятия будут не такими, как ранее ожидались, то евро должен просесть относительно доллара. То есть, грубо говоря, если ставки поднимать не будут, значит евро не будет дороже. На фоне, грубо говоря, доллара как константа, если взять эту информацию в таком ключе, то еврик должен просесть на мой сугубо некомпетентный взгляд. Напоминаю, что старый древнерусский план на снижение курса пары евро-доллар у меня действует еще с 15 ноября. С 15 ноября, когда было вот это вот падение вниз, вот и у нас есть хорошая шартовая инициатива, есть минимум 14 ноября, есть минимум 15 ноября, теперь у нас есть вчерашний минимум американский. Я надеюсь, что инструмент должен спуститься в эту зону и отступить покупателей, которые стоят вот здесь. Вот такой вот план, что может нарушиться здесь. В принципе, вот эта вся вялая текущая история может подкинуть вот сюда цену еще разок. Вчера американцы откупили еврик, это тоже не very well. Сейчас выступает лагард и я смотрю, что прям особых, прям сильных шартовых потуг нету. Более того, у нас есть вот здесь, друзья мои, очень не очень приятный слом. И этот слом происходит в зоне вчерашних бычьих лонговых потугов на американской сессии. Поэтому еще забросик наверх я не исключаю. Но не хотелось бы, конечно, его там видеть. Фунтик, фунтик тоже, тоже очень здорово подоткатил. У фунтика тоже примерно то же самое, что по евро происходит. Тоже есть площадочка вот здесь вот. Вчера он очень лихо опускался вниз. Вот, подоткупились. Вот, хотелось бы, конечно, увидеть фунта где-то в этой зоне. Почему? Потому что, в принципе, все свои лонговые цели, ну, скажем так, он обновил. То есть, были обновлены и этот экстремум, и вот этот экстремум, и вот этот экстремум. И все, мы здесь подзавязли, подзавязли. В принципе, ну, по большому счету, я же говорил давно вам, что инструменты потеряли свою идентичность. Такую, знаете, которая была там 5 либо 10 лет назад. Что фунта торговали одним образом, евро-доллар там мог идти в другую сторону относительно своих собратьев, там, фунта, там, устралиц и так далее. Сейчас все идет либо в сторону бакса, либо против бакса. Вот такая история. Да, по фунту были какие-то кульминационные движения, такие глобальные, да, связанные с косячками британских правителей. Но в любом случае, в любом случае, после таких сильных перетяжек, вполне логичные корректусики, на которых можно заработать. На дневках прям таких четких сигналов нет. Вчера у нас был пин-бар, он был, продолжает находиться в ланговой тенденции. Вот, но цели внизу тоже есть. Доллар-иена. Доллар-иена сегодня давал торговую идею на ланги, и они потихонечку, потихонечку идут. Вот, также, площадочка у нас по уровню 140, там, примерно один. Вот, это вершины по большому счету у нас, если А4, то это вся неделя. Вся неделя по хаям продавцы будут стопиться только сюда, и больше никуда и никак. Вот, поэтому логично, что маркетмейкеры, злые маркетмейкеры, вытянуть ценнички по вершинам недели и отстопят продавцов. Напоминаю, что инструмент, как бы, слегка дешево стоит, относительно 150, сейчас мы стоим 140. Ловушка здесь есть, инструмент находится в, тоже в любопытном техническом месте. Уровень, там, 139, плюс-минус два локтя по карте видят даже слабовидящие вьетнамские домохозяйки, которые барыжат доллар-иеной в перерывах, между тем, как жарят кузнечиков. Все видят этот уровень, все видели его раз пробой, два пробоя, 15 пробоя и так далее. Вот, ну, логично, что какая-то лонговая волна, как минимум, должна пройти, и стопы продавцов здесь, которые раскинули их, тоже всем прекрасно видны. Поэтому, логично поохотиться за вот этой площадкой, до которой осталось уже, в принципе, рукой подать. Вот, если вы торговец фибы от полтосика, то вы должны быть уже в плюсике на 600 пунктов, а через 1000 вы станете счастливым обладателем профита. Дорогой мой друг. Так, переходим к кроссовым инструментам, которые мы обсуждаем и торгуем исключительно в рамках сеточного метода торговли. И перед вами канадец франк, который снижает свои котировочки под действием сильного франка и слабейшего канадского доллара. Такое бывает периодически, друзья мои, ничего страшного в этом нет. Напоминаю, что инструменты пробили, этот инструмент пробил минимум 21 года. Вот, если вы цепляли здесь фланги, то Орик смог позолотить вам ручку на 800 пунктов. Но, как пела София Ротару, только этого мало. Если будут новые забросы вниз, будем набирать этот инструмент шагом в 500 пунктов по пятому знаку. Доллар, франк, который единственный из мажоров, который я приписываю к кроссам, также обновлял минимум осени 22 года. Также давал возможность подкупиться на пробойчики. И 1600 пунктов здесь должно было прилипнуть к вашему трейдерскому, надеюсь, криптокошельку. Но, если этот инструмент будет еще раз атаковать лая, то это зона наших интересов в покупке, в рамках набора сеток в ланги и в шарты, если мы опять будем штурмовать хая. Вот такой незамысловатный план. То есть, снизу мы набираем ланги с шагом не меньше 500 пунктов. Но, если вы очень жадные, то можно и 300, но лучше 500. Вот, снизу шарты в этом диапазоне работаем. Внутри диапазона этот инструмент нам не интересен. Канадец иена. Сдувается, сдувается, но меня интересуют провокации ланговые для набора сетки шартов в этой зоне. Франк иена, та же самая история. Напоминаю, что везде, где есть иена, шаг должен быть не меньше 1000 пунктов. Спасибо, собственно, Банку Японии за такую волатильность. Аудикат. Аудикат. Героический подрос. Подрос. Подросток. Героический. Но наши интересы показаны синими прямоугольниками у меня на графике, до которых еще инструмент слегка не дошел. Новозеландец-канадец. Новозеландец-канадец, смотрите, что творит. Он прям поджимает, поджимает зону наших интересов. Напоминаю, что слоев инструмент прошел как бы 6 косарей. И, в принципе, можно даже и пошупать, пошупать здесь шортики при пробое вот августа месяца. Любопытно. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Попробуем его подзашортюкать в этой зоне. Австралийц-Новозеландец, друзья мои, смотрите, что творит. Прямо сейчас пробивает минимум месяца. И это, друзья мои, проход уже на тоже 6000. Тоже 6000. Кто из вас смелый, можете поднабрать лонги. Прямо здесь, сейчас и через каждые 500 пунктов. Если сделочка даст вам плюс 1000, просто закрывайте прибыль и купите что-нибудь близким. Нефтяночка. Нефтяночка. После моих предупреждений о том, что с лонгами будет туго, потому что дружба опять заработала. Собственно, нефть продолжает падать. Ну, так вот, были, да, были возможности подкупиться. То есть, вот он, вот дружба перестала работать. Вот попытка отработать третью волну. Вот дружба снова заработала. И у нас через давление, раз, подход два, подход три, подход четыре, у нас произошел пробой. Прямо такой корявенький. Но пробой произошел и никаких лонгов пожиже лучше сейчас не предпринимать. Биточек. Биточек. Чувствует очень себя плохо. Мега консолидация. Никто тут ничего не предпринимает. Какой-то треугольник. Все в шоке. Все ждут, наверное, какого-то крипторегулирования после криптопроблем, которые произошли у нас на этой неспокойной неделе. Так, доллар, рубль. Ну, здесь все по-старому. 60 никому не нужных рублей за доллар. Вернее, 60 рублей за никому не нужный доллар. Кстати, напишите, у кого есть бумажные доллары. Держите ли вы их в руках? Кладете ли вы их под подушку? Так, дальше. Американская фонда подрастает. Вчера такие были забросики вниз. Даксы вообще уже прям разогнались. Но я так понимаю, что это на выступлении лагард. Что ставочки не будут жать. Вот, и европейские индексы взбодрились на этом фоне. Ну, логично, логично. Если бы сейчас лагард начала вещать про затягивание гаечек и повышение ставок, Дакс бы, конечно, шмякнулся. Но напоминаю, что это все очень-очень высоко. Вот, кстати, здесь любопытную площадку мы настучали. Возможно, мы к ней еще вернемся. Давайте теперь вернемся к вопросам на YouTube-канале, которые произошли под вчерашним видео. У нас 8 комментариев. Поехали. Роман, спасибо за обзор. Вам спасибо. Ядов, спасибо за инфу. И вам, Ядов. Итак, второй вопрос. ЕЦБ уже определилась со ставкой в декабре. Плюс 0,5. А вот ФРС непонятно. Ну, насчет определилась, это тоже как бы вилами по воде на самом деле. Вот, но при понимании того, что инфляция-то вчера не выросла, я думаю, что, ну, как минимум, жестить они не должны. Так, если плюс 0,5, плюс 0,5, так, евро оправдает, разворот на месячном. Ну, вы знаете, это все как бы на этом не заработать денег на самом деле. Мы можем просто на какие-то события видеть реакцию рынка и работать в продолжении тех либо иных тенденций. Это мы можем делать. Остальное все, ну, как бы на этой информации не заработать денег. То есть, сейчас вот выступит Лагард на основе реакции трейдеров на ее выступление. Можно рассчитывать либо на продолжение движения этой речи, грубо говоря, либо реакции рынка на это. Ну, а вот на этой информации, к сожалению, не заработать денег. Сергей. Так, почему я не стратегический аналитик? Я рекомендовал покупать биток несколько месяцев назад. Да, да, я говорил о том, что надо покупать. Но говорил о том, что, да, вот здесь правильно пишут ребята, купить в полцены. Идея была в полцены купить. И, в принципе, эта идея, ну, она адекватная была на тот момент. И это, по-моему, было в районе 35 тысяч, да, да. Да, когда было вот 7,70, и мы брали там по 35, вот здесь примерно. Но я рекомендовал это делать без использования кредитного плеча. То есть, ну, фактически сейчас должна быть минус половина от этой позиции. Что в данном случае можно сделать? Можно, ну, к примеру, вы купили здесь на 1000 долларов, к примеру, и сейчас у вас 500. Можно еще купить на 1000 долларов и выйти при своих, вот по этой цене, примерно там, в 20, там, плюс-минус 6000. Допустим, сбросить эту позицию, вот так, ну, к примеру. Но это можно усреднить только без кредитного плеча. Ну, примерно так. То есть, если вы хотите избавиться от этой позиции, вот. Либо после какого-то роста, да, к примеру, после роста, вы можете сбросить верхнюю позицию при своих, освободить этот штукарец, а нижний вам будет давать уже, собственно, в два раза больше. Ну, примерно так. Потому что, ну, в принципе, покупать интересный актив при каждом уменьшении его стоимости, там, в два раза, это нормально, по большому счету. Так многие делают и на акциях. То есть, по-моему, где-то было такое выражение. Нужно покупать, когда, ну, это жесткое выражение, когда там льется кровь, даже если она ваша, грубо говоря. Ну, одно из таких есть выражений. То есть, когда паника, грубо говоря, надо затариваться. Сейчас паника, да. Ну, то есть, если вы купили там по 35 и работали в полцены от 70, то купить сейчас по 17, это как раз в полцены от 35. Тоже, тоже нормально. Следующая покупка может быть 17 пополам. Ну, там, грубо говоря, по 8, к примеру, вот в этой зоне. Вот так тогда у вас какое-то усреднение. Ну, опять же, усреднение без плеча. Оно будет логично обоснованным. То есть, у вас покупка здесь. А, нет, тогда я не здесь, а вот здесь. Покупка здесь, покупка здесь. И покупка здесь, потому что это половина от 17. К примеру, 8. Все. И даже если вы, допустим, здесь подберете, то выйти в плюс, наверное, где-то вот в этой зоне, в районе, там, чуть за 20, уже вот эти две сделки компенсируют этот минус. Можете просто сбросить позицию, если она вам поднадоела. То есть, какие цели были инвестиционные, там, по Роберту а-ля Кийосаки, да? Вот, кстати, кто считает Кийосаки инвестором, поставьте, напишите что-нибудь под этим видео. Писатель, он, конечно, знатный. Ну, примерно так вот. Можно, можно так сделать. Сейчас, потому что половина у нас от 30-ки, 35-ки мы сейчас имеем. Ну, такие обвалы, друзья мои, на кризисах теряют, в основном, вот, самые богатые люди. Ну, я считаю, что, по большому счету, мы здесь все правильно делали. Вот, и не вижу никаких здесь особых проблем. Особенно, кто-то по 30 брал. По 30 купить, там, по 20 купить, по 10. Ну, что, набрали позицию, допустим, каждые 10 тысяч. Особенно, если это все происходило, как я уже многократно говорил, без использования кредитного плеча. Так, дальше. А, ну все, да, у нас. Поэтому вы, собственно, правильно все здесь написали. Все правильно. Ну, как бы говорить, что это какая-то супер, супер стратегия. Ну, это, собственно, ответ на вопрос под вчерашним видео, там, какие бы акции лучше купить, да, куда бы лучше инвестировать. Ну, и говорил, да, что биток купить в полцены. Можно, все, что касается криптоиндустрии, я считаю, перспективным, в такой среднесрочной перспективе. Поэтому подбирать, да. Но, опять, с какими целями? Избавиться от позиций, либо удерживать их дальше, это уже выбор за вами. Так, друзья мои, напоминаю, что под, вернее, в описании под каждым видео есть вот здесь телеграм-чат, где мы обсуждаем на партнерские, мою партнерскую программу, с помощью которой вы можете получить уникальные торговые условия в виде счетов без начисления свопов, либо на счетов с ультра-спредами по валютам, либо по золоту. Поэтому подключайтесь сюда, задавайте вопросы, здесь очень быстро все можете получить. Либо пишите на эту почту, но в телеграме все происходит быстрее. Сегодня, сегодня выйдет мастер-класс мой, я, собственно, буду отвечать на вопросы крайних, там, примерно 10 мастер-классов, вот, с пояснениями, что-нибудь порисуем. Надеюсь, будет интересно вам посмотреть на выходных. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи в понедельник, слава богу, утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Всем пока.